В студии телеканала Северолина Волчейская. Здравствуйте! В эфире законодатели. Программа о тех, кто принимает важные решения в интересах страны, региона и его жителей. Еженедельно в нашем эфире мы рассказываем вам о работе представителей Ненинского автономного округа на федеральном уровне депутатского корпуса собрания депутатов Ненинского округа местных советов в этом выпуске. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос передачи полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень. Регионы проводят общественное обсуждение этих и других инициатив в сфере занятости. Смогут ли сельские жители бракосочетаться на местах, не выезжая для этого за пределы своих поселений? Вопрос рассматривается в рамках рабочей группы в собрании депутатов Ненинского автономного округа. Реализация большей части региональных проектов осуществляется в соответствии с установленными сроками. В отношении ввода жилья в эксплуатацию существуют риски долгостроев. На региональном уровне проходят общественные обсуждение законопроекта о занятости. Речь идет о передаче полномочий в данной сфере на федеральный уровень. Это позволит обеспечить единые стандарты качества услуг одинаково во всех регионах. Участие в круглом столе принял депутат Государственной думы от Ненинского автономного округа Сергей Коткин. В мае прошлого года Дмитрий Анатольевич Медведев, когда проводил оперативное совещание в онлайн-режиме по трудовому законодательству, отметил, что у нас возникла очень острая необходимость серьезных внесений в федеральный закон о занятости. По его поручению была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Министерства труда, профсоюза, общественности, эксперты, специалисты в этой отрасли. И вот в феврале уже этого текущего года подготовлен проект закона о занятости. Причем сформированы были те предложения, которые были получены на первоначальной стадии именно той рабочей группы специалистами, и сейчас наша задача состоит в том, чтобы максимально обсудить этот проект в регионах. О необходимости обновления закона о занятости, который был принят еще в 1991 году, заявил в 2020 году президент России Владимир Путин. В частности, он поручил проработать вопрос передачи полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень. Над законопроектом партия «Единая Россия» работала совместно с Минтрудом и профсоюзами. Его планируется принять до конца весенней сессии палаты. Изменения в законопроект позволят решить ряд задач. Например, увеличится количество услуг, которые граждане и работодатели смогут получать в онлайн-формате. Впрочем, не все услуги возможно перевести в дистанционный режим. То есть, понятно, что оказается действие в поиске работы, там направить гражданину вакансии, направить его резюме на какие-то вакансии – это без проблем. Но есть и услуги, например, которые предполагают личный прием. То есть, например, мероприятие по психологической поддержке, по социальной адаптации, где предполагается именно взаимодействие с профконсультантом центра занятости. Возможно, такие-то групповые занятия, тренинги. То есть, может быть, конечно, как-то в зуме и можно реализовывать, но путем того, что он где-то какую-то в онлайн-формате заполнит и получит какие-то результаты, наверное, это не самое качественное оказание услуги. Кроме того, соискатели смогут пройти профобучение в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Безработные получат поддержку на открытие своего дела, включая финансовую помощь при постановке на учёт как самозанятые. «Прежде всего, мы уходим от бюрократии в центрах занятости. Мы защищаем наших отечественных граждан, ограничиваем, даём зелёный свет для трудоустройства россиянам и ограничиваем тех мигрантов, которые приезжают сюда к нам трудоустроиться. Мы планируем оказать поддержку отдельным категориям граждан. Прежде всего, это инвалиды, люди с ограниченными возможностями, это молодёжь и это предпенсионный возраст». В ходе обсуждения директор центра занятости Ненецкого округа Юрий Сидеев предложил внести поправки, касающиеся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Речь идёт о выплатах пособия по безработице. Суть в том, что если подросток из данной категории ранее уже был трудоустроен, то не имеет права на максимальные выплаты. В таких случаях им приходится обращаться в суд, который, как правило, на их стороне. «Возможно, и со стороны Госдумы было бы тоже этот вопрос подхватить. Грубо говоря, считать, что, допустим, социальная адаптация, когда подростки в период учёбы дополнительно подрабатывают. Потому что суды всё равно на их стороне, наверное, просто надо привести в соответствие федеральный закон, чтобы у нас не было этой истории, что каждый раз, чтобы назначить подростку и этому молодому человеку максимальное пособие, ему приходится тратить месяц на то, чтобы пройти через суд. В любом случае, решение будет на его стороне». Как отметил Сергей Коткин, жители округа также смогут принять участие в обсуждениях, результаты которых должны быть приняты во внимание к первому и второму чтениям законопроекта. В прошлом году по инициативе «Единой России» были приняты изменения в Трудовой кодекс, которые защищают права работников на удалёнке. Напомню, это был первый этап изменений трудового законодательства, необходимость которых стала очевидна во время пандемии. В Нарьинмаре состоялось заседание штаба по реализации национальных проектов на территории Ненецкого автономного округа. В режиме видеоконференц-связи руководители органов исполнительной власти и депутаты окружного собрания обсудили исполнение мероприятий в рамках национальных проектов в 2021 году, в том числе кассовое исполнение, достижение показателей и результатов, контрактацию мероприятий и прогнозируемые риски. В 2021 году на реализацию региональных проектов в рамках национальных предусмотрено 6 миллиардов 870 миллионов рублей. На 31 марта 2021 года кассовое исполнение составляет 1 миллиард 700 миллионов или 25 процентов от общего финансирования. Реализация большей части проектов осуществляется в соответствии с установленными сроками рисков по недостижению целевых показателей и результатов нет, либо они минимальны. В отношении ввода жилья в эксплуатацию такие риски существуют ввиду недобросовестного выполнения застройщиками обязательств по контрактам. В этой связи председатель Комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова предложила провести на следующей неделе совместную рабочую поездку по строящимся домам на улице Россихина, Октябрьска и Рыбников. Также существует вероятность недостижения результатов по количеству индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. При плане в 228 единиц на конец 2021 года фактически по системе работает 98 ИП. По словам представителя Департамента финансов и экономики в настоящее время проводится информационная кампания по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства патентной системы налогообложения. Наталья Кордакова напомнила, что по итогам заслушивания доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей на Комиссии по экономической политике и бюджету были даны рекомендации. В частности, Департаменту финансов и экономики НАУ в срок до 1 мая 2021 года предложено проанализировать размеры потенциально возможного годового дохода по отдельным видам предпринимательской деятельности. В их числе оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров, сдача в аренду наем собственных или арендованных жилых и нежилых помещений, земельных участков и физкультурно-оздоровительная деятельность. Дважды в год студенты средних профессиональных учебных заведений Нарьинмара смогут получать именные стипендии сенатора от Ненецкого округа Дениса Гусева. Положение о проведении конкурса сенатор обсудил с директорами учебных заведений. За достижения в учебе, спорте и активную общественную работу по этим трем номинациям 27 студентов средних специальных учебных заведений округа смогут претендовать на именные стипендии после каждого семестра. Самое замечательное то, что вот это не только учеба рассматривается у студента, а это его достижения в общественной работе, в добровольчестве, которое сегодня мы развиваем очень активно. Это работа с общественными формированиями и, несомненно, спорт. Спорт, здоровый образ жизни. Не только сам занимаешься спортом, еще и пропагандируешь, вовлекаешь в эту работу других. И, конечно, это будет стимулировать ребят еще больше. В каждом из трех окружных образовательных учреждений на стипендию смогут претендовать 9 человек, решение о назначении которой будет рассматривать специальная комиссия. Решение о назначении стипендий будет принимать комиссия, где участие будут принимать как студенты в состав ходить, так и родители студентов. Это очень важно. И эта стипендия будет в рамках семестра. И уже каждый семест мы будем рассматривать заново. Кто-то подтвердит свою квалификацию, быть лучшим по этим направлениям. Дальше получать стипендию. Сенатор также отметил, что дополнительное денежное поощрение будет мотивировать студентов не только к занятиям спортом, но и к получению и расширению знаний. Мы должны стимулировать молодежь на то, чтобы получила образование, были квалифицированные. И это очень связано с тем, что реализация сейчас крупных проектов начинается на территории округа, нефтегазовых и нефтехимических. Поэтому для реализации этих проектов нужны сильно квалифицированные кадры, которые смогли бы конкурировать на равных с другими специалистами из других регионов. Добавлю, размер стипендий составит от 1 до 3 тысяч рублей. Они будут выплачиваться единовременно за счет личных средств сенатора Российской Федерации от Ненинского округа Дениса Гусева. В региональном собрании депутатов обсудили возможность наделения органов местного самоуправления отдельными полномочиями по регистрации актов гражданского состояния. В мероприятии приняли участие окружные депутаты, а также представители администрации, департамента финансов и экономики, департамента внутренней политики и департамента цифрового развития связей и массовых коммуникаций Ненинского округа. Напомним, что соответствующая рабочая группа была создана по результатам совместной встречи депутатов и глав муниципальных образований округа в марте этого года, возглавил которую председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам госустройства и местного самоуправления Александр Чурсанов. Председатель рабочей группы отметил, что жители сельских населённых пунктов сталкиваются с большим количеством трудностей, поскольку браки заключаются в городе и, по словам глав муниципальных образований, ввиду необходимости выезда в Нарьинмар и длительного пребывания в городе, жители сёл попросту отказываются регистрировать их. При обсуждении данного вопроса важно было услышать мнение и представителей уполномоченных органов региона о том, как можно упростить жизнь наших сельчан по регистрации браков на местах, при этом не утратив торжественные части регистрации. Представители исполнительных органов власти Зоя Горелик и Михаил Марков рассказали о том, как устроена система регистрации актов гражданского состояния в настоящее время. Все записи актов гражданского состояния ведутся в федеральном централизованном информационном ресурсе – Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. Для того, чтобы реализовать весь механизм регистрации браков на селе, необходимы как финансовые и кадровые, так и информационные ресурсы. По итогам обсуждения, рабочая группа рекомендовала Департаменту внутренней политики Ненецкого округа представить актуальную информацию по количеству заключенных браков в селах за предыдущие годы и проанализировать, насколько необходимо организовывать дополнительные рабочие места в муниципальных образованиях для исполнения полномочий региона по государственной регистрации актов гражданского состояния в сельских населённых пунктах округа. Также будут проработаны другие, менее затратные для окружного бюджета пути решения вопроса. В Заполярной столице обсудили вопросы обеспечения правопорядка. Глава региона провёл очередное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ненецком округе. Участие в заседании принял заместитель председателя собрания депутатов Максим Арбузов. Как следует из доклада начальника ОВД по Ненецкому округу Максима Кузнецова, мероприятия, организованные ведомством в 2020 году при взаимодействии с органами региональной власти способствовали укреплению законности и правопорядка в регионе. По результатам мониторинга общественного мнения, округ вошёл в группу регионов с высоким уровнем уверенности граждан в защищённости своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств. По итогам 2020 года уровень преступности в округе снизился, в том числе за счёт сокращения количества краж, грабежей и мошенничества. Совместная деятельность всех субъектов профилактики позволила снизить количество преступлений, совершённых в общественных местах, на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения, а также лицами, ранее приступавшими закон и несовершеннолетними. Также в ходе совещания внимание уделили вопросу и защите прав и интересов граждан, пострадавших от преступных посягательств и оказания медицинской и психологической помощи таким лицам. 4 апреля Заполярный район отметил 15-летие со дня образования. Торжественное мероприятие по случаю юбилея прошло во Дворце культуры Арктика. Участие в торжествах вместе с жителями района приняли депутаты Заполярного района главы сельсоветов, окружные парламентарии. Заполярный район – единственный муниципальный район в Ненинском округе. Его территория практически полностью расположена за Северным полярным кругом. Отсюда и название – Заполярный. 4 апреля 2006 года Заполярный район был официально зарегистрирован в Государственном реестре муниципальных образований Российской Федерации. Административный центр, посёлок искателей. Первые выборы главы Заполярного района и депутатов Совета Заполярного района первого созыва состоялись в декабре 2005 года. Первый глава района Александр Безумов руководил районом два срока. Первый председатель Совета Заполярного района Владимир Окладников. Заполярный район – крупнейшее муниципальное образование региона. Его территория – это практически вся территория Ненинского округа, за исключением земель муниципального образования, городской округ, город Нарьинмар. На этой территории проживает более 20 тысяч человек, а это половина населения региона, ведущего в том числе и кочевой образ жизни в Тундре. В Заполярном районе 42 населённых пункта. В его состав входят межселённые территории и 19 муниципальных образований, в том числе одно городское. В муниципальном образовании учреждено звание «Почётный гражданин Заполярного района». Оно присвоено 13 жителям района за вклад в социально-экономическое развитие. Ещё более 80 человек и организаций стали победителями районного конкурса «Гордость Заполярного района». Люди – главное достояние района. Это те, кто ежедневно создают продукцию, это те, кто обеспечивают безопасность энергетическую, топливную, это те, кто учит, лечит, это те, кто на самом деле является нашей гордостью. И когда мы готовились к проведению 15-летия юбилейного Заполярного района, естественно, мы самое основное внимание концептуально обратили на то, что надо рассказывать о людях. 8 сентября 2019 года был сформирован новый депутатский корпус Совета Заполярного района 4-го созыва. В этом же году на сессии Совета главой Заполярного района из состава депутатов избран Виктор Николаевич Ильин. Он же одновременно является председателем Совета Заполярного района. В состав депутатского корпуса входит еще 15 депутатов, в основном представляющие сельские муниципальные образования. Мы с депутатами Совета Заполярного района часто выезжаем в населенные пункты, где встречаемся с людьми, с коллективами. За последние 15 лет в Заполярном районе сделано очень многое. Построены новые школы, дома культуры, построены, сделаны ремонты бани, дорог общепоселковых. Крупные инфраструктурные проекты на селе реализуются за счет средств регионального и федерального бюджета. Как, например, сданная в эксплуатацию в 2020 году в поселке Индига на территории Тиманского сельсовета, главой которого до недавнего времени был Олег Давыдов, «Современная школа», где также в рамках национального проекта образования открыли Центр гуманитарного и естественно-научного профиля «Точка роста». Безусловно, многие проблемы жителей Заполярного района еще не решены. Главная проблема на селе – это, конечно же, жилье для специалистов, строительство жилья для учителей, врачей, молодых специалистов, которые возвращаются с учебных заведений. Депутаты Заполярного района, принимая те или иные решения, в первую очередь руководствуются принципом. Мы работаем для людей, которые должны понимать, что мы должны быть нужными прежде всего. Просто так, когда на русской авось никогда обдумаем, все взвесим из хорошей пословицы – семь раз отмерь, один раз отрежь. Принятие многих решений – это результат командной работы депутатского корпуса и администрации Заполярного района, органов государственной власти Ненинского округа и окружного собрания депутатов. От имени регионального парламента на торжественном мероприятии по случаю юбилея района его жителей поздравил заместитель председателя собрания депутатов Максим Арбузов. Заполярный район живёт и развивается. Благоустраиваются населённые пункты, строятся социальные объекты, обновляется инфраструктура. В этом огромная заслуга людей, искренне любящих свой северный край и работающих в Заполярном районе. Максим Арбузов также вручил почётные грамоты собрания депутатов Ненинского округа Екатерине Шариповой и Елене Ядрихинской. Благодарственными письмами законодательного органа власти региона награждены Ольга Носова, Юлия Канева, Анна Устюжанина и Александр Недорубков. Сегодня Заполярный район в составе Ненинского округа входит в Арктическую зону Российской Федерации и это новый вектор социально-экономического развития муниципального образования. О ходе подготовки к запуску в Ненинском округе единой федеральной платформы для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий говорили на заседании межведомственная рабочая группа в режиме видеоконференц-связи. Участие в заседании принял председатель постоянной комиссии окружного парламента по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Чурсанов. Депутат Александр Чурсанов считает переход голосования в цифровую плоскость правильным решением, так как это максимально сможет упростить участие граждан в жизни города и крупных сельских населённых пунктов. Для формирования действительно качественной и комфортной городской среды нам необходимо учитывать мнение как можно большего количества граждан. Онлайн-голосование гораздо удобнее для жителей, особенно для молодых людей, чем традиционные процедуры. «Поэтому, надеюсь, наши жители будут активнее участвовать в решении вопросов благоустройства территорий», – отметил парламентарий. В округе в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды с 2017 года реализованы 27 мероприятий за счёт федеральных средств, а это детские площадки, дворовые и придомовые территории. В этом году с 26 апреля по 30 мая рейтинговое голосование пройдёт в новом формате – через общефедеральную платформу, адрес которой вы видите сейчас на своих экранах. Работа платформы устроена следующим образом. После регистрации через госуслуги или соцсети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Принять участие в проекте смогут жители округа в возрасте от 14 лет. В настоящее время горожанами выбрано три территории, которые будут участвовать в голосовании в этом году. Первая территория – Первомайская, 34. Там сейчас идёт строительство нового дома. Вторая территория – прогулочная дропа в лесу микрорайона Сахалин. Там не хватает нормальной рекреационной зоны. Третья территория – спортивная игровая площадка в микрорайоне Старый аэропорт. Проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализован в 2023 году в приоритетном порядке. Остальные – в соответствии с рейтингом в последующие периоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok